Всем привет-привет! Антон приехал с работы, привез вот такой вкусненький хлебчик, два батона. Пахнет на весь дом свежим хлебом. Вау! В общем, дальше пришло уведомление, что пришла наша посылка, я думаю, это все-таки посылка с Зары. А еще, вот, любимый порадовал такими цветочками, можно их так назвать? Так, ну а с последних новостей поубирали мы шары, тоже все убрали, так что у нас побольше места стало. Что случилось? Пришел Антон и Буся, как твоя гимнастика? Хорошо. Да, так, папуля, привет-привет. Я замечаю цветы. Да, у меня сегодня новые цветочки. Как подсолнухи называются, да. Можно их так называть, цветы? Так они так называются, а флавер где-то напахнет. О, ну, флавер, флавер. Пахнет, кстати... Пахнет? Да, да. Класс. Все. В общем, Антон купил нам хлебчик бутербродом с красной рыбкой. А цена какая, кстати? Да так же, как... Не, в суперсторе доллар 99 центов, а этот доллар 19. О, да? Да. А где он попал? Там 7 фут. О, это же дорогой масел. Там был другой батон за 4 доллара. Поменьше. Он и такой вот, да. Да. Короче, пошел в магазин, говорю, включи мне поисталь. Я должна видеть. Показывал. Я пока разобрался. У меня отключен просто трафик на него. В общем, что, бутерброды, да? Угу. Хорошо. Приготовила я бутербродики с красной рыбкой. Это малой без масла. Мне тоже, Антон, тосты сделала, кстати. Обычный, да. Из масла. Ты знаешь, что я... Мне так понравилось с авокадо бутерброды с рыбкой, что просто уже не хочется есть даже. Так, ну не будешь есть? Буду один маленький кусочек. В общем, это да. И сок. Я не знаю, кто какой будет, поэтому просто налью. Так. Апельсиновый. А я, наверное, я точно буду ананасовый. Ананасовый и... Симон ананасовый и... Это французский. Линоград? Налей, пожалуйста. Так. Просто ананасовый. Ну тут просто еще какие-то ягоды. Ну да. Ну написано ананасовый. Пайнапол. А пюре тебе. Да, наливай мне. Да? Угу. Да, на рисунку яблоки тоже и виноград. Ну, такие... Ну ладно. Уже и лекарства. Наливай. Может и для красоты. Скорее всего, да. Я тоже думаю. Да. А я три стакана налила. Малаш пошла по... Напиток себе. А, до сего? На заправку. Там все страшно. Ну ладно. Я выпью и тут. Я вообще не тут и тут. Ну давай, приятного аппетита. Приятного аппетита. И пошел. Я уже просто хочу есть. Я буду кушать. Идет, идет. Идет? Идет. Пиво. Откуда, расскажи. А? Откуда, расскажи. Первый раз отправили в Малую на заправку через дорогу. Угу. Купить себе она хочет ледяной этот напиток со льдом. Слаще или как-то. Угу. Короче, никому не нравится. Кроме детей. Да. Но потому что она разноцветная. Угу. Получается, что она брала? Пепси я набрала. Там можно любой. Ты в один стакан можешь разные вкусы напихать. И простой замороженный лед. Сладкий. Угу. Ну все, пошла сама. Она как бы, ну, первый раз мы ее так отправили, чтобы... Ну, здесь детей не отправляют так, чтобы сами они там ходили, где-то гуляли. Но у нас растет гуси. Угу. Тем более в школу по Одессе сама будет ездить уже в этом году. Так что мы приучаем потихоньку. Угу. Садись, кушай. Молодцы. Угу. У меня с маслом как-то жирненько получается. Мне классно. Ммм. Ммм. Что? А эти гренки не такие, как мы обычно зажали. Это прям вообще гренка. Да? Классно? Лучше? Да, потом. Лучше, чем вот этот гребчик до тоста специальный, да? Угу. Это именно прям как пожарить на сковородке. Угу. Угу. Вкусное я еще хочу, ты знаешь. Так, ешь? Сейчас. Ладно, я пусть отдельно сделаю. Ха-ха-ха. Это же голодные, а? Тебя ждут. Так, а мы, план у нас, друзья, поехать в магазин. Поехать в магазин, посмотреть босоножки, сумку, ты хочешь, да? Угу. И, а, и все? Хлеб, я хотел хлеб, но хлеб-то я уже купил. Да. Короче. Она еще сама открывает, учится открывать, закрывать двери своим ключом, поэтому ждем. Нет. Старается. Короче. Взрослеет ее. Не, не так. Надо ей уже взрослеть. Угу. Давай. Давай пробуй. Так, я тебе говорила, что ключ поворачивай к лестнице. Ну. Да, еще. Вытягивай. Открывай. Да. Открывай. Все. Привет. Ну что? Уже и выпила. А почему ты маленький набрала? Потому что маленький вон доллар, а медиум больше, чем пять. Не, мало набрала, ты же можешь полный набрать. Нет. Ну я захотела. А ты не поняла, да? Так, и сколько ты заплатила? Сколько же тут? Мне заплатила пять долларов, был один, и у меня три доллара. Санчич. Как три доллара? Стоит один, заплатила пять, а три доллара дали? Подожди, подожди. Подожди, подожди. Стоит один доллар. Точно один доллар? Да. Она взяла за один доллар. А, четыре сейчас. Четыре. Два. Один. Три. Три. А мне один доллар, значит, стоит. У тебя что там, четыре доллара сдача? Нет. Наверное, больше. Он тебе не стоит, ты что, ты спрашивал, сколько стоит? Да. А как ты сказала? Говори. Там разные стаканы. Он должен сказать, сколько стоит какой стакан. Ты спрашивал? Да. И он что сказал? Я сказала, сколько стоит смол? Ну, сколько? Один доллар. А, это смол? Угу. Угу. Я думаю, это не смол. Это не смол? Не маленький. Это, наверное, за два доллара все-таки. Нет, доллар. Тебе ничего не горит? Нет. Нет. Это хлеб, тосты. Нет. Это барбекю. Чего-то жарить уже. И как ты говорила на английском? Рассказывай. Давай. Ты пришла. Excuse me, how much do the slushies cost? Ага. А он что? Потом он сказал, which one? Если смол. Ага. Он сказал, это, один доллар. Ну, один как один доллар. Ну, один как один доллар. Ага. Ну, сдача другая. Ты считала сдачу? То есть, кармана все было минимально. Нет. А вдруг он тебя обманул? Ну? Что ты забрался? Ну как, один доллар принесла, две три. То есть, один доллар он себе забрал? Я что-то не поняла. Ну, может, да. А как ты? Нет. Мне кажется, это не смола. Это не маленький. Ага. Тем более, мало набрала за два доллара. Сколько ты набрала? Покажи нам. Надо было полный сакан набирать. Я набрала вот столько. Да нет. Наверное видно было, сколько ты набрала. Вот столько. А, первый раз, молодец. Что-то поняла, что-то не поняла, да? Так, садись кушай. Ага. Молодец. Да. Молодец. Я набрала Севана, Пепси и Доктор Пеппа. Угу. Страшно было? Угу. Страшно было? Угу. 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 Ты ж можешь, когда там дорогу, ты там переходила? Ты можешь, если там перейти, идти прямо, а потом по траве свернуть и прямо в магазин. Тебе не надо было сюда возвращаться, к забору. Ты могла прямо, как мы на велосипеде едем, а потом по траве пройти к магазину. Так, мы уже в машине подъезжаем к Винерсу. Я надеюсь, что мы подберем какие-то босоножки, сандалии. Вот, сумочку какую-то хочу. Может, еще очки, если будут интересные. Если интересные, то я хочу посмотреть. Что сзади нас какой-то, видишь, непонятно происходит. Одна машина стала, вторая машина стала. Та там воздушные поцелуи посылает, махает. Не, ну она ему типа махает, а он ей типа воздушные поцелуи. Короче, что ты там говорила, сумочку подобрал? Я такой о своем что-то. В надежде, что я сегодня, сейчас куплю сумочку и босоножки, сандалии. Сандалии хочу на низком ходу. Какие-то на каждый день. Короче, тапочки. Да, ну тапочки у меня есть, но это уже чересчур по-простому. И сумка у меня супер простая. Ну эта сумка у нас для работы, чтобы носить. Не поняла. Ну я имею в виду камеру, телефон. Ну да, удобно, да. Хотя у тебя есть еще на поясе. Маленькая она, да. Ну она все меня хочет, чтобы я там носил. Ну, бананка, сумка бананка в моде сейчас. Да, я никак не ведусь. Так, все, смотри, ремонт, да. Ну так, надо же обновлять, чтобы народ побежал, а то что весь год никто ничего не покупал. Ну да. Видно что-то? Что-то пила. Да, что-то видно, да. Ладно, все, мы приехали, отправляемся в Пинерс. Так, ну покажи, что там держишь. Так, разбираемся, мы тут вот этих две новых чипы появилось? Ну или они были? Да, они есть просто здесь. Просто хочешь попробуй. Да, в общем вот это... Защищает от перегревания волос. Да. От плойки, да, или как выравнивать. Да, да, да. А это придает блеск, но оно тоже защищает. Да? Так давай тогда одну попробуй. Нет, но это именно защищает от того, что плойки проводят. Ага. Напоминаю, я вот эту фирму обожаю, но вот эти продукты я еще не продала. А тут написано типа Repair Split Ends. Секущиеся волосы, она типа восстанавливает что-то такое. Да, да, да. Ага. Класс. Это вообще ничего себе. Но. Да, можно или на влажные волосы, или на сухие. Что ты хочешь попробуй? Так ты же сказал, можно то и то. А цена какая? Нет, ну что то и то, но здесь 13. Давай shine. Здесь 13. Shine, давай shine. Так, друзья, вот такую целую корзину мы взяли на примерку. Да. Сейчас будем по одной быстренько вам покажем. приблизительно бит. Да, 46 долларов. Так, дальше. Это пол? Да. Ага. Калюня? Да. Калюня. Цена 46. Ну, я здесь буду мерить. Ну, в принципе, ценовой диапазон будет где-то от 40 до 6. Так, вот эти вазонушки. А это кто? Томихил фигур? Да. Такой значок у них. Не, а кто это? А, да, вот. Ну, вроде как. Вот. Так, 53. Ого. Ага. Так. Пока самое дорогое. Так, вот это не по плану, конечно, но 60 долларов. Просто прикольно. Пума, да. А сколько они? 60. Ну, это же дешевле цена, чем у других магазинов. Ну, да. Так, и пума. 50. То, что мы взяли сравнить светлые и те непонятного цвета. Да? Да. И вот эти. Ну, вот эти, наверное, самые такие 46 долларов. Не знаю, это если мы где-то в джунгли пойдем. Это точно. В общем, давайте мерить. Да. Так, первый вариант. Такие мягенькие, здесь мягко. Вот. Мне кажется, мой размер, да? Угу. В общем, смотрим. До и после. Угу. Ну. В общем, платье я накупила. Давай, на зеркало. Вот смотрите. Платьишко новое я купила, но не подобрала обувь. Угу. Не знаю. Ну, как-то... Ну, не под этот цвет платья. Да? Ну, я же хочу универсальные вообще-то, чтобы были. Ладно, первый. Так, ну что? Так, вариант два. Ну, и как тебе вариант два? Неплохо. Да? А тебе как? Ну, тоже хорошо, да? Да? Ну, лучше, чем первый, мне кажется. Ну, давай. Ну, тебе более грубый. Где все-таки? Угу. Нет, этот более датный. И то. Хороший, красивый. Да? Да. Так. Так, номер три у нас. И что? Супер удобные. Легкие, да? Легкие, да? Да, и легкие, и мягкие. Удобные. Ну, сюда, встань. Чтобы свет чуть-чуть. То есть, они просто излямок. Да. Замшевые полосочки, да? Угу. Мягкие, да? Ну да, под это платье тоже классно смотрится. Да? Такой летний, летний вариант, да? Да. Ну, не броско, правда. Угу. Так, друзья. Ну, вот эти любимые подошли самые большие. Мягенькие. Buy a gold. Made in Italy. Сделано в Италии. Подошва такая. Цвет. Ну, в принципе, и мне понравилось. А вот это в скидочном отделе. Это восемь с половиной, наверное, на девять или девять. Ну, девятки не было. В клиренсе? Не было. Ну, все тогда, да. Эти отпадали. Угу. Ну, как? Удобно. Да? Да. Ну, я не знаю, хочу ли я их или нет. Вот эти именно, да? Да. Ну, мне сзади нравится. Ну, она и под дливку классная. Ну, я имею в виду, под вот эти платья. Ну, я думаю, вот тут веселее. Давай попробуем сначала. Да. А вот, что ты думаешь на счет такого плана? Ого. Не? Сильно? Не знаю, попробую. Да? Давай. Давай. Так, ну, вот эти мы и вкладываем, да? На них скидка. А вот эти, в общем, они хорошие, подошли, но и нравятся мне. Но мне не нравится, как на моей ноге они сидят. В общем, мы сделали вывод, что вот эти сандалии, они больше подойдут под все. Весь мой образ, какой есть, да? Угу. Угу. Так, вторые кроссовки. Любимые понравились больше всего. Да. Классно. Так что... Ну, вот эти вставочки, цвет, во-первых, необычный, или вставочки вот эти розовые? Да, яркие. Под платья. Под платья они точно не пойдут? Нет. Ну, я и под платья не хочу. Такое, джинсы там. Так. И следующий, любимый, я померила по одной штуке. Один леопёрдовый, один, что там непонятный, крокодиловый. Змея, может. С высокой... Как они назывались? Платформой. Платформой, да. Не, а тоже они классно смотрятся? Но... Ну, они сильно яркие, правда? Ну, прям, чтоб выделились, нет, но, в принципе, прикольно. Может быть, какой-то цвет другой тип. Ну, да. Мне кажется, на осень, да, классно будет, да? Угу. Да. Ну, осенью посмотрим, да? Ну, да. Заедем. Ну. Так что мы определились? Да. Берём... Вот эти. Угу. В корзину. И вот эти. Конечно, они не сильно яркие, но многие классные. Да? Да. Так, простота украшает человека. Так, берём вот эти две пары, друзья. Так, у любимых полный набор. Да. Смотрите, сколько сумок я набрала. Сейчас хочу померять по два сандали. Сандали. Сейчас будем мерять по одному. Ну, вот сюда повешу. Да? Так. Ну, не сильно мне нравится, но я так. Не. Правда? Не. И она неудобная какая-то. Следующая. Вот. Ну, это... Да. Потому что там замши и здесь замши. Угу. Ну, она какая-то... Слетать будет? Тебе как? Да. Вот так носи. Немножко, конечно, цветовая гамма отличается. Ну, да. Значит, так, вот это 35 долларов. Глазь близко покажи. Ну, она маленькая, я хочу побольше немножко. Большую? Ну, немножко. Так. А вот это... Так. Вот это вообще 50. Угу. Так. Я хочу, чтобы было и по простенькому, и чтобы было и красиво. Ну, вот это вроде ясно. Я поддерживаю. В общем, мне надо сумка, чтобы подходила под... Она супер мягкая, кстати. Да? А цена недорогая 25 долларов, смотри. Ну, она чересчур, мне кажется, простая. Чересчур простая? Да. Неужели я среди этого всего что-то не выберу? Ну, вот эта еще вроде цена гамма подходит. Да? Да. Более-менее. Ну, она какая-то мягкая, смотри. Ага. А эта такая как бы... Какая... Твердая. А-а-а. Твердая. 20? Ну, 20? 30? Нет. 35? 100... за что? ну обычная сумка просто она наверное может в тренде ну не все здесь так прям дешево хорошо, но вот это пока хорошо подошло не знаю, я что-то не особо могу определиться это тоже чересчур проста, да? мне кажется в простоте объяснил секрет Келвин Клайн а это 80, то лучше уже ту да, вот это мягкий материал блин, Келвин Клайн дорогие, не страшно ну белая чересчур простая, да? ну не то, что простая, она про все не подойдет ну да так, хорошо не знаю уж сама слилась как-то это розовая, а че фиолетовая перекрывает мне кажется хорошо подходит вот смотрите одинаковая цветовая гамма ну как бы бордо и розовенькие, коричневые тона может разные 50 долларов о, это кожаная да да, да, да Валентина сделана в Италии так Валентино это? Валентина а, это не Валентино не знаю итальянская сумка ну вот это интересный вариант, да? то есть лучше чем та розовая да короче, мне да, значит вот эта подошла, да? и вот эта пока хорошо это ж не только под эти тапочки сумку подбираешь ну да, под все нет, огромная цвет классный за картошкой да? мне нравятся вот эти блестяшки бусинки классные 50 тоже мягенькие да Джессика Симпсон вроде да да, да да, Кэлвин Клэн лучше чем Джессика Симпсон не знаю я в сумках не эксперт вот эта интересная вот это интересная но она интересная так с двух сумок она они там типа так вдвоем и держатся или что? а я не знаю сейчас модно как-то так вот я видела сейчас модные такие сумки или это косметичка может мне кажется это косметичка внутрь ложится да ну не она снаружи висит на карабине видишь она крепится так можно снять или она этими а, все она отдельная я думаю она просто цепляется сюда да, да, да так тут и карабины видишь? да тут тоже меленькая кожа приятная тоже 100 долларов, да а это ага так ну лучше такую взять ну побольше, да? ну побольше прикольная как-то видон у нее школьница школьница нет, сильно она нет? то есть у тебя две пока фавориты да, не знаю, ты что это приглянулось да? так, барабанчик а вот это? это у меня уже краски переплелись в голове тоже мягкий материал 30 долларов не дорого да ну ну какой-то там мастер мне форма все-таки не нравится не? так, хорошо, что у нас остается? вообще мастер мастер типа за луком мы пошли ну, заур, кстати представляешь? да 15 долларов еще и на голову можно одеть потом если дождь с ракушками ну это пляж, чисто пляж да, да и то это не мой стиль такие бусинки надо же посерьезнее что-то, да? чистый пляж на пляж мы же не ходим в костюм? хорошо, давай я еще раз померю вот эту вот эту оранжевую это я же оранжевую скалонье ну, я пойду вот здесь зеркало покручусь давай давай так, друзья, все, определились мы с этих двух вариантов да, сам больше мне понравились вот эти две вот это вообще очень понравилось так как в одной цветовой гамме все мягкая, ну блин, сюда же кошелек мой не влезет получается поэтому, и она недорогая ну и как, 50 долларов это тоже дорого поэтому поэтому, что мы решили вот это хороший вариант с косметичкой да вот цена оригинальная 190 долларов вот ну, это как этот мазин то за 100? да ну, мягко все, все помесим удобно вот эта вторая сумочка да, сумочка там вышел что-то раз раз чтоб всю сумку не тащил нет, это косметичка сюда может помады бальзамы чтобы не по сумке оно все разбросано было, да? в общем все, мы определились она нейтрального цвета то есть она подойдет под много образов ну смотри, классно подходит ну и так, да, классно я довольна хотим еще посмотреть очки да? смотри я уже посмотрел так, что мы берем к чаю ну, что-то к чаю хотим тут пахлава есть смотри, разная такая, такая та же самая а, три штуки ага а, четыре а, четыре и что, какая тебе приглянулась так шесть, шесть, шесть шесть не вот это или вот это а это с редскими орехами а это пять вот это вообще не приглянулось мне ну, короче, орех и мед здесь тоже, походу, орех и мед здесь тоже, походу, орех и мед а здесь набор орехов орехов и мед катаиф какой-то я не знаю, что такое катаиф потому что здесь тоже написано катаиф здесь просто almond и honey ну, я думаю, что и та, и та будет, в принципе, вкус смотри, смотри а, этот производитель кто? да ну, или Греция вроде Греция Греция здесь, походу, тоже Греция точно? да ты чешешь нас тут сказано мы тут Греция берем, ну короче, 175 грамм смотри, прикол 175 грамм 175 грамм пачки видишь? вес один и тот же да значит, за пачку там платишь разница в доллар здесь за 5 здесь за 6 ну, правильно, за пачку переплачиваешь в доллар все, берем так, хорошо показал показал Антону макаруны взять а он говорит, ты что, сама себе берешь 4 штуки нет, здесь 6 штучек да, вот шоколадные за 5 долларов а здесь 100 производителей Бельгия о, супер, да так, и тогда давай вот эти конфетки не брать или возьмем да, вот эти конфетки не берите блин, ну такие у нас дома куча конфет простых 5 долларов мы недавно ели целую коробку конфет согласна, согласна идем на кассу идем на кассу да, что там смотреть 10 несчастных очков все в перемешку мужские женщины да нет, там много было очков я мужских вообще не увидел у меня все показались все женские ну да так, у меня а кому эта чашка? мне с макаронами пить только в красивой чашке а что это за прикол? в смысле? это что? она у нас одна а что здесь? одна одна? у нас что, не набор? нет, у нас сервиза такую а что это за прикол? а что это за прикол? а что это у нас одна чашка еще и в таком виде? красивая и вот тут и вот тут песенц а это королева какая-то ну с такой печенькой с такой чашкой знаешь, такой прикол давай открывай нет, я ее что-то не понял она была одна она мне понравилась я ее пила это давно уже я вообще думала сервиза лежит уже, наверное, 10 лет ну что там? ну что там нового года красивая чашка так, макароны о, 5 долларов за 6 штучек пробуем пробуйте а я запробую а, чай очень вкусный очень сейчас покажу какой какой покажи и я не видел ну вот этот что с Украины прислали Spring Melody ну да сейчас иду кстати замотанные по штучке а тоже 5 штучек ну как мы и говорили там было 7 там было 7 там было 7 а цена отличается из размера коробки так смотри так смотри прикол в одной пакете потом в этой ванночке ну да за это ты все и платил за все я еще дешевле взял а у меня смотри как удобненько опа тоже удобненько ну я не сказал что у меня удобненько вот это у меня сервис я пока вкрыл все руки я знаю короче он выбрал пахлаву а я выбрала вот это шоколадные с медом я ехал а у меня супер вкусно свежие самое правильное брать вот те 3 пачки сразу вместе разных разных да открывать и пробовать Мжам я сейчас попробую я вкус забуду а что ты уже вся в меде на себя все конечно Мужам вот так я не знала что выпадет потому что нормальные люди над столом я не знала как есть нормальные люди над столом все это делают а ты что не хотела вот так и потом разлить и ну ты же убираешь правильно кто гадит то выбирает иди купайся в общем очень вкусные мои как я и говорю очень вкусные в смысле я по мою ноту все на этой вкусной ноте друзья будем мы заканчивать нам еще family movie смотреть какой фильм человек паук продолжаем марвелов третья фаза такими словами в третьй фазе у нас сейчас все всем пока пока всем пока пока Всем пока-пока!